Пульсация отсутствует, кровотечение прекратилось, наблюдается повледнение кожных покровов. Ага, периферический кровоток. Периферический кровоток. Пациент, лежи. Как определите? Пальцевое прижатие, симптом бедного пятна. 4 секунды, это что? 4 секунды, значит наблюдается обильная кровопотеря. Таким было утро у сотрудников станции скорой медицинской помощи в Саранске. На траве десятки пострадавших это последствия взрыва на Саранской подстанции. Такова легенда, по которой прошли совместные учения медиков скорой и врачей Республиканской больницы имени Коткова. Сейчас мы будем проводить первичную сортировку на данной нашей территории. Зачем пациентов мы повезем уже массово в больницу имени Коткова. И там уже будет первичное сортировочное отделение на их территории тоже разворачиваться. Мы регулярно проводим учения. Проводили учения сами. Больницы имени Коткова сами. И здесь решили все-таки отработать тактику совместно. Да, именно совместно. Для того, чтобы... Бывает, что мы много пациентов привозим. И вот по распоряжению как бы министра решили сделать совместное учение. Прибывшие на место врачи осматривают пострадавших и присваивают цвета. Зеленые, легкораненые, желтые, средняя степень тяжести. Красные в критическом состоянии. Черному помощь уже не нужна. После взрыва у пациентов могут быть разные травмы. И в этот момент нужно принять правильное и быстрое решение. При взрывах могут быть повреждения как конечностей, так и грудной клетки спины. То есть осколочные ранения. Поэтому здесь чаще всего бывают кровотечения, переломы. Самых сложных больных фиксируют на месте, оказывают первую помощь и спешат в стационар. Важно выиграть время. От этого зависит жизнь пострадавшего. Что здесь? Медозруная травма, ампутация левой нижней конечности, травматический шок на ростепени. Давление? Давление 80 на 40. Вы видите? А где где? В операционную. К нам идут с диагнозом, с пониманием состояния больного. Они через приемный прокой, по сути дела, за 10-15 минут должны прокрутиться, распределиться по операционным залам, застабилизироваться. Кого-то в реанимацию, кого-то в противошоковую палату. Больные с легкими, они должны быть отсортированы. И им помощь оказывается будет уже после того, как будем заниматься более тяжелой группой больных. Одновременно в больнице могут оперировать 10 пациентов, говорит главный врач. Таких массовых экстренных случаев, конечно, не было, но врачи всегда на готове. Так же, как и сотрудники скорой, они традиционно на передовой. Первое ощущение – это драйв, скорость, то, что нужна наша помощь, нужно оказывать первую медицинскую помощь. И волнительно, с одной стороны. С момента взрыва до больницы за 15 минут. Тренировка прошла настолько реалистично, что даже поверили случайные зрители. А для медиков это обычная работа. Наталья Тюрина, Андрей Просвиркин. Наш Новости.